МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре свадьбы, ну вот и всё, ты замужем теперь. Добро пожаловать в студию канала «Пятница». Здесь уже собираются красавицы-невесты, чтобы познакомиться и рассказать о предстоящих торжествах. Начинает знакомство Татьяна из города Краснодар. Меня зовут Таня, мне 30 лет. Это вульгарно. Я бы, наверное, в 30 лет такого уже не надела. У меня вообще в очень интересном стиле свадьба. За основу мы взяли фильм «Миллион лет до нашей эры». Знакомы с моей женой? Да, вождь! Красавица. Да, вождь! Отлично. Я первый раз вообще такое слышу. Свадьба должна быть всё-таки серьёзной. Всё будет задекорировано шкурами, камнями. Я хочу побыть на свадьбе, а не в первобытном мире. Она какая-то с пребабахом. Дресс-код у вас есть? Приветствуется стиль дикарей. Например, леопард. Один аксессуар точно к её свадьбе у меня уже готов. Знакомимся дальше. С Катей из города Мурманск. Свадьба у меня будет 14 февраля. Классическая свадьба, но в красно-белом цвете. Я с детства о таком мечтала. Для меня понятие классической свадьбы – это вот такие полупоминки. Платье точно так же в классическом стиле. Белое, вышное, длинное. Такая предсказуемая картинка. Лаф-лав, лаф-из. Какой бюджет свадьбы? Чуть больше, чем 600 тысяч. А сколько тебе лет? 18. Да молодая, куда я замуж-то? Я прям уверена, в таких свадьбах, конечно, участвуют родители. Папа очень старается. На столах будет оленина, краб. Ну, правда, один на всех, но давайте фотографируем. Сейчас о своей свадьбе расскажет следующая невеста. Меня зовут Катя, я из города Выкса, мне 30 лет. Простая, как три рубля. Свадьба будет в стиле лебедином. Провинциальный человек. Все это сказочно, волшебно, воздушно будет. Чучело лебедей. И она такая царевна. Фишка свадьбы. Брак на небесах. Преализивная. Она у меня третья свадьба. Также третья свадьба и у моего супруга. У нас все симметрично. Для меня это было просто шоком. Там уже лебедик поотработал сценарий у нее. Платье будет белое, пышное, с золотистыми элементами. Цыгане вот. Все самое красивое одену сразу. И последний замуж выйдет невеста из Красноярска. Меня зовут Евгения, мне 36 лет. Она выглядит старше. Такая уже взрослая достаточно женщина. Хотим сделать это в сибирском русской традиции. Надеюсь, что я не замерзну. Я вот это все так боюсь, этих северных краев. Можете приехать в чем вы хотите. Мы вас в любом случае переоденем. Надеюсь, что костюмы эти будут теплые. Это будут бусы, это будут сарафаны. Хочется, чтобы вот так душа вот развернулась. Как самогоночки накатить. Да холодцом закусить. Женин говор и голос. Меня раздражает. Это вот одна из тех, кто пришел за победой. Думаю, что она нам все покажет. Честную, справедливую борьбу. Добро пожаловать в Краснодар. Край казачества и вкусных арбузов. Здесь живет наша первая пара. Татьяна и Роман. Мы гуляли с моей подругой. И тут к нам подошли парни. Она сказала, что очень сильно любит пить вино. А я не пью вино. Мы разошлись по разным сторонам. Через год только мы с ней встретились снова. В кафешке сидела с моей подружкой. С той же самой, с Кристиной. Подходит Роман с подносом еды. Нагло садится за стол. Вечером мы уже с ней поцеловались. Вот так вот все и закрутилось. А я взяла свои пожиточки. Кота, черепаху, кот, принимайте. Он побледнел и побелел. Я, конечно же, был ошарашен. Женщина, кот, черепашка. Дадут ли мне они житья или нет? Он все равно принял. Ну, начали жить хорошо, счастливо. Никогда в жизни так сильно я никого не любил, как ее. Я не знала, что такое любовь вообще. До встречи с ним. А я сегодня буду на веселье. Это мой день. И я настроена отрываться. Все правильно, Тань. Надеюсь, у твоих соперниц такой же настрой. Они, кстати, уже приехали. И прогуливаются по городу. Уже просто окалело. Быстрее бы, конечно, в тепло. Как думаете, понравится Тане наш подарок? Я думаю, безусловно. Баранинка. Кусок мяса на стол. Такой вот букет в виде куска мяса. Подходит под семантику свадьбы. Ничего себе такое красивый екатерининский зал. Встретит у нас жених из АГСа. Давайте я вас обниму. Так. Мне это казалось немножко излишним. Гостеприимный парень. Все, пойдемте жду. Единственное, что выдавало его, что они как там дикари, это его бутыльерка, там какие-то были перья. Все остальное, это было как обыкновенный жених в костюме. Слушайте, ну я что-то гостей, короче, не увидела, что они все там одеты как-то. Они были не на стиле, и это мне сразу бросилось в глаза. Все гости, это одеты обыкновенно. В чем же тогда фишка? Заходим в ЗАГС. Какие люстры красивые. Красивый, конечно. Зарковатый. Не, знаешь, все по-царски, как и должно быть. Вообще шикарно, конечно, я такого не видела. Впечатление вау. Немного не скала для Татьяны. Платье. Оборвыш какой-то, я же шурпатрёв. Мне кажется, не для свадьбы и даже не для этой тематики. Сапоги прям вообще не в дело. Сапоги чёрно-белые, как вот, я не знаю, зебра. Зебра – это кто? Как лошадь? В сакс можно было-то в туфлях пойти, потом просто в ресторане можно переодеть. Макияж, розовая помада, голубые тени. Она переборщила. Эх, ничего вы не понимаете в дикарском стиле. Давайте лучше насладимся трогательным моментом бракосочетания. Является не ваша жена для всех, а сроком. Мне очень понравилось, и я могу сказать, что она на раза два-три точно бы не подкатывала. Ну, не так, чтобы до слёз. Блин, какие вы всё. Да, это красиво. Странно, а ведь ещё минуту назад вы совсем другое говорили. Плотик. Оборвыш какой-то, я же шурпатрёв. Долерантные вы мои. Бегите скорее развлекаться. Поехали кататься на красном хамере. Тесно. Мы старались гостями набиться как можно плотнее. А это у Тани стратегия такая. С нами разговаривала тётя невеста. Какие с подругами гости проекта? Это просто будет здорово. Какими подругами? Если бы у неё была конфетка или пять тысяч рублей, она бы в конверте нам передала, лишь бы оценки хорошие поставить. Просто как-то не перестану, я, конечно, как бы фрукты не могу. Стоял ящик шампанского, и не было ни одной закуски. А скажи, что потом шаурми остановились. Шампанское невкусное, и закусывать нечем. Не волнуйтесь, сейчас закусите. Вот уже к ресторану подъехали. Так, вход у нас... А, это не туда вход. Вот, коз. Или туда, или не туда. А, туда? Ага. Это даже не ресторан. Офисное здание. Я очень сильно удивилась. Наконец-то мы пришли. Добро пожаловать на свадьбу Татьяны. Бюджет свадьбы 400 тысяч рублей. Стиль дикарский. Фишка шкуры диких зверей. Долгожданный наш ресторан. Первое, что бросается в глаза, это вот эфилева басня. Там какие-то цветочки милишные. У нас все будет задекорировано шкурами, камнями. Ну, давай у меня с Парижем сфоток. Вообще никак не катит. Могли бы, ну, хотя бы убрать, мне кажется, это все. А как вам остальное оформление? Нравится? Декорации камней, спур. Это молодых спал. Вообще. Черепа каких-то животных. Видела, какой огромный череп? Да. Динозавры надувные. Это вообще крэш полный, по-моему. Я так понимаю, рога это мужу? Заранее повесить решили. Сложилось впечатление, что не хватило украшений. Тема дикарей не была раскрыта. Девчонки, ну неужели совсем ничего интересного для себя не нашли? Вот фуршет, например. Видимо, руками действительно все можно есть. Мне кажется, слегка негигиенично вот так вот. На фуршетном столе было пиво. Мясо вяленое. Вообще трэш полный. Мне кажется, очень негигиенично это все сделано. Все руками все берут, и неизвестно, кто что этими руками там трогал. Это вот для мужиков, для дикарей. Я думаю, не в тему. Но я все равно поела. Можно еще один такой же? Девочки, не перестарайтесь. Оставьте место для свадебного банкета. Еще мы были уже такие голодные. Хотели, конечно, наесться. Могу понять, какой стал. И вроде как бы и неплохо, и в то же время как-то вот. Перепелки, утка, свиная нога. Я смотрю, у меня когда-то глаз ни на что не падает. Ну, как-то меня не впечатлили. Мало всего. Мало. Мне, честно говоря, тоже. Ну, надо попробовать. Вот эта руль, как просто кирзовый сапог, его есть невозможно. Ну, вот и все. Ты замужем теперь. Вот этой стороны резко. Да, сейчас. Для меня было жирновато. Ну, раз вам дичь не нравится, ешьте салатики. Кто-нибудь знает, как это есть? Гренки здоровые. Их есть было невозможно, только если руками. Он мне понравился. Вот этот вот бутерброд суховатый. Ну, хоть немножко перекусили, а значит, можно и молодых встречать. Даня надела корсет под зебру. Полосатый рейс. Мне ее наряд совсем не понравился. Вот жених как раз-таки перевоплотился в вождя. Но для меня он остался по-прежнему. Так, красавицы мои, настал ваш звездный час. Поздравляйте, молоды! Ты, Роман, как добытчик. И ты должен быть всегда в своей семье, быть добытчиком. Они удивились, это точно. Они были в восторге. И жених Рома, он прям вообще, он прям говорит, офигеть, как круто. Надеюсь, и вы будете в восторге. Ведь сейчас будет шоу. Встретить наше железное племя! Что так орать-то? Ну, тебе больше не заплатят. Все оглохли. Мы даже, в принципе, не успевали за сменой событий. Пока внеднешь, уже другая тема. Эта рокировка была такая резкой. Они выпили, он там что-то каски егел, там чем-то побил. Чем-то такого не поняла. Но когда он на них огнетушитель пустил, я прям испугалась, потому что, на самом деле, я слышала о том, что как бы это очень вредно. Вообще не понравился. А сейчас самый романтичный момент. Первый танец молодых. Я не ожидала его увидеть таким. Вообще трэш полный. Вот так вот тряслись под музыку, и все. Ой, девчонки, а сейчас такая милота будет. Таня с папой танцует. Очень трогательно. Сразу подумала о своем папе, о том, как мы с ним будем на моей свадьбе танцевать. Вот они вообще гармонично смотрятся, да. Я была восхищена тем, как они гармонируют вместе. Мне очень понравилось. Ну, наконец-то! Хоть что-то вам понравилось. А теперь веселиться. Забросать противоположную команду драконами! Тут просто стадо здоровенных баб с мужиками пытаются разнеслить этих динозавров. Кто-то ткнул мне то ли пальцем, то ли хвостом этого динозавра. Чуть глаз не выкомали. Что за дебильные вообще конкурсы? Эх, девчонки, не умеете вы веселиться! Есть у вас лучше получается! Встречайте! Свадебный торт! Ой, наконец-то мы дождались свадебного торта. А на кабана смахивают. Принесли нам по кусочку. И принесли вот по такому кусочку масенькому. Засаде не нравится. Везде разные были коржи. Шесть или семь слоев. Но на вкус он был никакой. Прям сухой. Приторно. И, наконец, сюрприз от молодых. Мы думали, что это будет салют. Салют! Салют! Дым, сигарет с ментолом. Дыма было очень много. Он потом пошел на всех гостей. Он начал безумно сильно вонять. Я бы чуть не задохнулась. Мне не понравилось. Дикарская свадьба Тани вызвала у девочек бурю эмоций. Пора выставить за нее оценки. За свадебное платье Татьяне три балла. Причем здесь первобытность. За место проведения, оформления свадьбы Тани я ставлю четыре балла. Излишняя вот эта фотозона. За банкет на меню Татьяны я ставлю два, потому что горячего не было. А это Мурманск. Город, где помидоры ценятся выше крабов. Здесь и будет свадьба нашей второй невесты Кати и ее жениха Дмитрия. Мы с ним и познакомились в интернете. Увидел, посмотрел фотографии. Красиво понравилось. Никогда не думал, что найдут девушку на сайте знакомств. Он мне написал, если ты не ищешь серьезных отношений, то давай, типа, до свидания, все. Давай, мало времени терять не будем. Я посмотрела фотки и подумала, вот такой мальчик красивый. Ну, она тут заобщалась. Со мной начали общаться каждый день практически. Езжу я, я позвонил, говорю, все, я вот, пути вот. Он подъехал к моему дому. Розу мне подарил. Поехали, катались. Через минут пять, наверное, сама вот так получилось, что мы все-таки поцеловались. Я понял то, что все, влюбился. Потом я вошел в море. Мы, получается, не виделись с ним пять месяцев. Ну, вообще, было тяжко. Я ужасно тосковал. Вот тогда, наверное, я и поняла, да, то, что люблю предложение он мне сделал дома. Он закрыл мне глаза, встал на одно колено, открыл мне глаза и подарил кольцо. Я люблю тебя. Я тебя тоже очень люблю. У нашей Катюши последние секунды превращения в принцессу. Волнуюсь очень. На первый раз замуж все-таки выхожу. Не зря волнуешься, ведь соперницы уже на пороге. Я не ожидала, что нас привезут так далеко от города. Мне очень нравится, очень красиво. Вокруг был только один снег. Зато аппетитно гуляете. Рыбку я покушаю красненькую, а может быть и краба, может и лобстера. Мне бы вот быстрее бы поесть, быстрее увидеть фуршетку и удивиться, наконец-таки, от того, что на столе стоит. Ну вы прямо настоящие русские гости. Идете на свадьбу ради еды. Или вы со своей? Мне девчонки подарили роскошный букет. И я решила ответить тем же. Как вам букетик? Рыбка у нас вонючая, такая подарочек вонючий. Неправда. Он прекрасно пах. Да, у нас мясо, рыба. Следующие будут овощи. А это что, общественная баня? Нам, наверное, сюда. Похоже на банный комплекс. Я ожидала, что нас попарят. Тань, это не баня, это ресторан. Прошу. Добро пожаловать на свадьбу Екатерины. Бюджет 600 тысяч рублей. Стиль классический. Фишка красный цвет. Как вам интерьерчик? Поднимаемся наверх и видим место регистрации. Красивая арочка. Вот посмотрите, вот. Арочка, да, интересная. Украшена искусственными цветами, металлическими какими-то свечками. За такие деньги можно было и живые, да? Конечно. Белый скатерть, красные там стулья. Больше напоминают, наверное, какие-то сельские оформления, потому что это уже давным-давно, к сожалению, не актуально. Банальненько, да? Мне не понравилось. Девушки, занимайте места. Церемония вот-вот начнется. Две женщины в черном присо... Я не могу прям, мне прям бесит. Я больше всего просто убьял, что столько народу были одеты в черном. Вы идете на свадьбу. Это счастье, это радость. Под Роскоду были одеты. И только мы, какие-то подружки-невесты были. И больше никого. Мне говорили, что здесь пирс. Пирс, это что вообще такое? Не знаете, что такое пирс? Я удивилась. Гостик. Гостик, куда? Озеро, вон оно же. Вот это озеро. Вот оно, озеро. Где озеро? Озеро это вода, а это снег. Вот прям сбесила своим вот этим дебилизмом, тупизмом. Ну так вода замерзла и снегом замело. Я так и не поняла вообще, где это озеро? Так можно сказать, что здесь вообще океан. Я вообще не могу. Эх, сейчас бы разрядить обстановку трогательной церемонией. Но невесты что-то не видно. Ну где же невеста? Ну где же? Мы прям сидели и смотрели, сколько времени. Сколько времени. В ожидании чуда. Прям вообще невозможно. Вообще не люблю, когда идет опоздание. И я не люблю. А я устала ждать. Так, не нервничаем. Вот уже свидетели подтянулись. Все выглядели как школьники, как выпускники. Прощание со школой. Жених Дмитрий! Ваше благословение! Щупленький. Катюха, она такая, объедает его. Чуть-чуть. А вот и наша красавица-невеста. Ну, задержалась немного. На час, наверное. Даже, может, на больше часа. Ну, хватит бубнить, Жень. Посмотри, как красиво. Романтично. Очень трогательно передал свою дочь. Я сразу поднялся. Моя красота, нервность. Она составляет сказать мне лучше. Он так мужественно все сказал ей. И прям так четко. Мне очень понравилось. Я еще никогда, наверное, не была такой счастливой, как в этот момент. Но я очень сильно тебя люблю. Объявляю вас мужем и женой. Ваши вынесли. Платье мне понравилось, не понравилось. Ее прическа, как была уложена. Вот эта диадема. Она настоящая была принцесса и невеста. Довольно предсказуема. Когда же нас запустят, покормят уже. Я все ждала краба. Но для начала аперитивчик. Горка шампанского, да. Но это все настолько тривиально. Спасибо, моя хорошая. Здорово, что она сама принесла нам эти коктейли. Екатерина это делала для того, чтобы мы поставили просто хорошие оценки. Посмотрим, сработает ли этот метод. А сейчас то, чего вы ждали весь день. Самое главное событие этого торжества. Мурманский банкет. Нас посадили за самые веселые слова. Да? Да, ну посмотри, мы сидим с детьми. Это вообще-то не дети. Это друзья жениха и невесты. Просто мы уже не молоды. Когда они чокались с нами и предлагали выпить, я очень сильно переживала, в общем, можно ли им пить. Да, молоды? Молоды. Что, а ты молоды? Я хотела спросить, вам мама-то разрешает выпивать? Давай, налить тебе? Давай, погаси. А что там по закусочке? Как стол? Я училась на санкаре. У нас были труды. И нас учили, как украшать блюда. И мы украшали их вот так же. Ножичком там вырезаются цветочки из яичка. И в центр класть там квадратик из морковки. Пережитки прошлого. Но это хотя бы вкусно. Майонезный салат. Я поняла. Это оливье. Разве можно на свадьбу ставить такой недорогой салат? Оливье, да еще и майонезный. Ну, я его там на Новый год ела. Как бы я по нему даже не соскучилась, и меня он не удивил. Что за салат и грибочки? Нет, это не всегда. Это называется все вместе. Салат по морковске. Все остальное там либо пересолено, либо пересушено, либо некрасиво нарезано. Все. Еда меня разочаровала. А как же местная диковинка? Оленина, например? Первая твой кусок. Первый раз в жизни попробовала оленину. Мне она показалась бюшком. Ну, специфический вкус и запах специфический. Ну, а мы ждем крабов? Будет традиционное мурманское блюдо – краб. В коем-то веке в моей жизни будет краб. Да не будет краба в салат. Да не будет краба в салат. А не будет? Ну, видимо, нет. Краба не было. Отстойно. Скорбим, скорбим. Эх, Катя, как ты могла так девочек разочаровать? А вот они сейчас тебя порадуют своим подарком. Катюш, ну, у нас все по старинке. И мы с своим ароматным букетом из камбалы. На самом деле, ты в глазах, на самом деле, очень добрая. Добрейшей души человек. Вы очень красивая пара, и вы достойны друг друга. Вот я из чистого сердца могу сказать, что я ее поздравила. Жень, поздравила-то ты от чистого. А вот оценки от какого ставить будешь? Букет. Байзапа большой. Катя, по-моему, не очень понравилась подарочек. Таких вот детей ничем не удивишь. Сгребают все, как должное. Потому что удивляться на свадьбе должны гости. Для этого вам подготовили много интересного. Слайд-шоу на проекторе. Кто на фотографии? Мой любимый бабочка. Подняли весь архив. Подробно вспомнили, где, во сколько и когда это было, что этому предшествовало. Поэтому в этот момент он уже выпивает. Это было нереально затянуто. Это было нереально скучно. Они что-то неправда долго вспоминают, что было. Блин, одним словом, отстой. Зайчики меня тронули до самого сердца, до самых костей. Таких вот зайчиков только серебристок я заказывала сыну, когда ему было 5 лет. Таня, а тебе как? Тань? Тань? Ты что, спишь? А как здесь не уснуть? Конечно. Просто реально не знаешь, чем заняться. Скукотища какая, ужас. Девчонки, ну хватит возмущаться. Посмотрите, как трогательно Катя с папой танцует. Я в этот момент вспоминала свой танец с папой. И поэтому такая вырвалась, купая слеза. Невеста позвала, конечно же, маму показать, что они единые целые. Красивая семья, да? Ты же плачешь. Трогательно, да? В этот момент прям растрогалась. Там что-то прям слеза накатилась. Почему она не позвала брата? Тогда он же тоже член ее семьи. Вот они вчетвером бы и станцевали хоровод. Танец не понравился. Дайте Кате второй шанс на танцы с женихом. Просто пошутались. Скучно, медленно, как на любой дискотеке. Мне понравилось. Девочки, ну зачем столько негатива? Ну хоть сейчас, помолчите минуточку. Передайте свой семейный очаг своим детям. А вот теперь можете высказаться. Что-то там буптели, буптели, буптели. Вошкались, вошкались. Вот как свидетели Иегова. Просто скукотища. Мне понравилось. Все понятно с вами, ничего святого. Идите уже, танцуйте. Сколько можно было в этой теплой семейной обстановке зажечь? Вот я постаралась. Мне понравился этот момент. Но публика и гости не поняли. Они просто обратили внимание на то, что она безбашная. Не должна пустовать эта сцена. Должно было случиться уж какая-то движуха. Но уже пора. Постарались потанцевать, оторваться. Эх, красавицы мои! Зажгли танцпол. Заслужили по десертику. Красивый. Многоярусный. Пять тортиков поставили друг на дружку. Ну, ничего красивого. Тор вкусный. Это прям вкусный. Сладкий сладкий. Его много не съешь. Очень вкусный. Мне очень нравится. Нас позвали всех на улицу на салют. Ну, салют красивый. Трогает душу. Лишь бы на меня как-то чего-нибудь не свалилось. Слава богу, все целы и могут выставить оценки. За свадебное платье я Кате ставлю два балла. Ну, оно мне очень понравилось. Оно хорошее. Ну, блин, я же не могу ей ставить больше балла. Ну, потому что я хочу выиграть, да. За место проведения и оформления свадьбы Кате ставлю один балл. Оформление мне совершенно не понравилось. За банкетное меню на свадьбе у Кати я поставлю два балла. Оливье ни к чему. Ну, вот и все. Ты замужем теперь. А это Выкса. Город металлургов и нашей следующей пары. Екатерины и Виталия. А пока они расскажут нам, как познакомились. Мы с Виталиком познакомились через соцсети. Попалась такая фотография странная. Хрупкая девушка на карте. Ну, маленько не вяжется. Ну, и задал такой вопрос. Или это действительно на карте. Такой неординарный вопрос был. И я решила отдать телефон. С этого момента каждый вечер поужинал. И на телефон звонил. Нам не хватало общения по телефону. Виталик мне назначил встречу на базе «Водухметаллург». И туда, собственно, мы приехали. На день святого Валентина. Провели вечер, провели ночь вместе. И мне понравились его медовые губки. Чувства сразу заиграли. Понял, что вот моя половинка, которую я искал долго-долго. Через недельку я уже к нему поехала в Кости в Нижний. Через месяц он пришел ко мне с букетом. В букете я обнаружила коробочку с колечком. Я поняла, что такое настоящая любовь. Вот, к сожалению, к 30 годам. Катюш, любви все возрасты покорны. Беги в третий раз становиться женой. Волнуюсь, чтобы судьба нас не подбила. Все подготовили. Осталось только дождаться, как говорится, гостей и самого события. А гости себя долго ждать не заставят. Уже гуляют по выксе. Ну, начал таять снег. Таня вон постаралась. Лебедя целого на себя напялила. Эксклюзивный наряд. Тань, ты меня прям покорила. Полный зашквар. Как вы думаете, Кате понравится наш подарок? Тут лебедь хрустальный. Я думаю, да. А я думаю, она расстроится. Потому что несъедобная. Потому что все букетики. Надо было ей тоже букетики с гуся подарить. Мы приехали в базу отдыха Металур. Ну, очень красивое, я могу сказать, место, где она проводит. Такое все в дереве. Заходим в тюрьму. Такое место сказочное. Тюремочек такой. Все в вагонке. Просто жесть. Мне нравятся люстры очень красивые. Да. И потолки высокие. Я посмотрела на эту люстру. Там пыли. А почему 23, а не 22? Странно, что там какие-то декорации с прошлого праздника. Видимо, 23 февраля важнее День защитника Отечества, чем лебеди. Я очень внимательна к деталям. Я бы, наверное, жучила бы там всех и заставляла бы все убрать, все почистить. То есть на твоей дикарской свадьбе Эйфелева башня была не лишней, да? Заходим мы, значит, в банкетный зал. Добро пожаловать на свадьбу Екатерины. Бюджет 300 тысяч рублей. Стиль – лебединая верность. Фишка – место проведения. Такое небольшое помещение, оно очень уютное. Куколки, ну-ка осмотритесь, пока никого нет. Уютное местечко, где можно справить день рождения. Но никак не свадьба. Очень мало места. Ненавязчивый декор. Про лебедей там вообще практически было ни слова. Фигурки в виде лебедей, ну, вообще едва заметные. Стояли там где-то на углу стола. А где президиум, кстати? Вот он, я так понимаю. Я такого ни разу не видела. Можно было бы поставить какие-нибудь там два круглых стола, и там молодоженов посередине. А сколько будет гостей на этой свадьбе? Получается, тут 7, 14, 15. Мини-торжество по-семейному. Ну, на мой взгляд, немного странно. Я так понимаю, что здесь будет выездная регистрация? Да, никаких украшений. Ничего нету. Ничего сказочного, ничего лебединого и ничего воздушного я вообще не увидела. Из всего лебединого, что там присутствовало, самая лебединая, это была, на мой взгляд, я. Может, еще невеста будет лебединой? Началась выездная регистрация. Крылья вообще какие-то дешманские. Не знаю, по-моему, они сами вообще их вырезали. Мне нравится там, мне причем платья даже на дыбе не нравится. Мне сейчас нравятся вот такие платья. Для третьего раза оно вот прям нормальное. Я бы добавила настоящие перья на свое свадебное платье. Катя, как красиво. Да. Макияж. Эти голубые тени, розовая помада. Вот как тетя на Кате сидит. Ну, а жених Катин, как вам? Ой, жених, я вообще не могу. Такой нелепый шлящик. Брюки-то явно не от костюма. Какие-то пляжные белые брюки. Еще бы шорты одел, вообще бы было круто. Ну, короче, страшно. Мне кажется, тебе что-то с карабанами. Фильм и книга Лолиты. Там вот эта 13-летняя девочка, вот этот вот старик, блин. Вот нереально напомнила эту историю. Как красавица-чудовище. Мужику прям подвезло. У тебя сподня неисповедима. Я, конечно, змеюка редкостная, но хотела бы сказать про ведущую. Она читала с листа. Время идет. Час пробила часа. Я вообще не могу, когда начинаю читать по бумажке. Для ведущих это непростительно. Ведущие берут деньги, но вы как бы отработаете эти деньги. И вот встречай, Екатерина. Полное Г, вот вообще. Так, циц, торжественный момент пропустите. Является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним? Да. Ваш ответ, Виталий. Человек может поцеловать свою невесту. Аплодисменты. Целовались, я думала, он ее сожрет. Я на них смотрела. Я думала, как бы меня не стошнило. Катюша, поздравляю тебя. Очень рада вас видеть снова. Поздравляю тебя. Поздравляем. Пошли в залы. Нас попросили встать в круг. Они начали танцевать. Катя там что-то крутила, и вкрутила, и он в основном на месте стоял. Первый Таня вообще никак не впечатлил. Получился очень нелепый, потому что вот этот ее муж, он прям бревно. А может, вы такие злые, потому что голодные? Добро пожаловать к столу. Очень нравится цивилировка, мне нравится, что украшено. Я люблю, когда все украшено. Все, которые были закуски, они смотрелись очень красиво. Главное, чтобы вкусные были. Я вот это вот попробую. Вот я тоже на него смотрела. Там были типа роллы, очень соленые, сухие. Это злотики, да? Это вроде бы как цезарь, но не цезарь, потому что там букур, перловка. Вообще непонятно чего. Вообще не зашло. А что у нас на горяченькое? Принесли горячее, которое было холодное. Все холодное. Картошку надо есть горячую. Я не ем холодную картошку, не знаю, она нажарена на масле, и она просто отвратительная. Мясо никакое. Филе куриное. Оно сухое. В анкетное меню, ну как можно ложить вот именно куриное филе? Я просто этот рецепт я дома делала его. У меня то же самое. Вот где там с пятого пылька получается, тогда это получалось сухое, перезаряя. Вообще ничего не понравилось. То есть, ну есть нечего, прям голодная вышла. Ну вот, говорила же Таня, что Кате тоже еду нужно дарить. Подарили икорницу в виде лебедя. Мы были на твоей последней свадьбе, но больше мы к тебе не приедем. Говорили это от души, от сердца на самом деле. Так душевненько. А сейчас еще очаг передавать будут. Под сердцем, под своим носило, из сердца своего растило. Смотрите, как замер весь народ. Ведь мама дочку отдаёт. Я была очень сильно расстроена. У меня нагло с плагиатили мой семейный очаг. Запомните минуту эту. Да будет священной она. Ты была уже на моей свадьбе. Ну хотя бы музыку другую бы подобрала. Кать, не хочу тебя огорчать, но на всех свадьбах передают очаг практически одинаково. О, свечки из сердца своего. Еще вот этими церковными, сломанными свечками по 10 рублей. Конхоз. Не злись, Катюш. Вот такого на твоей свадьбе точно не было. Может, просто очень пахнет. И музыкальные паузы от ведущей. Но кажется, что я нашла его. Не люблю я эту самодеятельность. А такой, как ты, невесте, Виталий мечтал с нами. Вместе. А теперь, как на левом подвеске, За молодых мы выпьем. Просто полная. Как на юбилей был. Тухляк полнейший. Ну в самом деле, ну развлекитесь как-нибудь. С гостями пообщайтесь. Гости были очень скучные. Все с какими-то постными мордами. Ладно, ребята, за вас. Мне как будто они на похороны пришли, не на свадьбу. Мама Катя вообще так, как сжигалой. Огарду спали. Звезда вечеринки. Она настоящая. Вот есть такие настоящие деревенские женщины. Вот она такая. Без нее точно было бы вкусно. Опять ввели звание. Королевы танцпола. Так иди обратно, отвоевывай. Это вообще начался треш, потому что все окна позакрывали. А в Иксе, видимо, не знают, что такое дезодоранты духи. И начало безумно пахнуть потом. Прям днище. Упс, неловко как-то вышло. А сейчас еще и конкурс будет. Интересненький. Конкурс селедочка. А как только заиграет музыка, вы красиво проходите, танцуете и потом присаживаетесь в свою тарелочку. Евгения наша была, селедка. Лучше была бы Таня. Она похожа. Ну вот, сразу после селедки идет картошечка. Селедки потом. Там поехала картошка у нас. Я увидела, что вы взяли картошку маму. Думаю, ну сейчас она на меня сядет и на меня раздавит. Блин, бедная Женя. Катя была свеклой. Я была майонезик. Сдача майонеза была всех нас обмазать. Ну, старалась всех обмазать, потереться об всех и об каждого. Ну, не получился немножко конкурс, в том плане, что это вот не дошло как бы до конца. Крошки, самое время брать вечеринку в свои руки. Сожжем! Встали и решили спеть песню. Вот, х**, тапун, я не буду ее петь. Женя почему-то нас не поддержала. Ну, я решила станцевать. По-моему, было какое-то молчание за столом. Шок читался в глазах. Видно было же, ну, я такие, что... Жениху очень понравился, как я станцевала. Девочки мои так вошли во вкус, что даже букет пошли ловить. Блин, хочу поймать букет. Два! И братья букет! Ой, мама такая счастливая была. Поздравляю, Жень, твоей свадьбе быть! Ой, что в цель? Я разнюхаю. Не поняла. Он пластмассовый, он ничего не весит. Это... Я... А что не живой? Типа поролона, что-то такое? Реально, я первый раз за свои 36 лет слышу, чтобы у невесты был искусственный букет. Колхоз. Зато торт будет настоящий и очень оригинальный, между прочим. Выносит свадебный торт. О, вон, безе, безешки. Два яруса. Ой, ну, торт классный, мне нравится. Мне понравилось, как из безе сделали этих лебедей. Торт очень-очень вкусный. Да? Торт был карамельный, торт был очень вкусный. Это единственное, что мне понравилось. А мне нравится, когда вы оцениваете свадьбу честно и справедливо. За банкетное меню я Кате ставлю один, потому что оно было невкусное, оно было холодное, сухое, и я голодная ушла. За место проведения и оформления свадьбы Кате я ставлю пять баллов, такой подарочек мой, на свадьбу ей. За свадебное платье Кате я ставлю один балл. Мне не понравилось это платье. Наконец, мы в Красноярске. В городе, где страстная любовь и дача соединили одинокие сердца двух половинок – Жени и ее жениха Сергея. Познакомились в соцсетях. Шарился в интернете. Ну, увидел страничку, как бы Женин посмотрел, конечно, фоточки. Решил написать. Мне очень понравилось, понравились его зеленые глаза. Общались где-то неделю, переписывались, а потом решили встретиться. Конечно, мы пошли гулять, как бы симпатия возникла. Начали встречаться, больше времени проводить вместе, как бы, и потом вот начался этот дачный сезон, получается. Я его как пустила в дачу, так он больше не уехал. С дачи не уехал, пошла картошка, да? Я первая призналась ему в любви. Я ей, как бы, сделал предложение. Я тебя люблю очень. Я тебя тоже. Как же сладенько. Надеюсь, никто сегодня не добавит ложку дегтя в эту бочку меда. Правда, девчонки? О, а чего это вы не в полном составе? Вторую. Катю мы не обнаружили. А Катька где? Не знаю. Я думала, ты знаешь, где Катя. Решили написать ей сообщение. Девчонки, привет. Я очень сильно заболела. У меня пневмония, двусторонний гайморит. Не могу встать с кровати, температура не падает. Поэтому придется вам лететь к Жене на свадьбу вдвоем. Скидывайте мне, пожалуйста, видео. Я буду все смотреть. Потом буду оценивать. Желаю вам повеселиться. Поздравляйте с Женей от меня. С удовольствием. Все поснимаю для нее. А мне жалко, что ее не будет. Надеюсь, Катя быстро поправится. Девчонки, отсутствие подружки вам не испортило настроение? Я надеюсь, что будет классно. Я жду икорку с самогончиком. Танюш, а ты у меня вообще молодец. На каждой свадьбе нарядная. В образе. Подготовилась, конечно. Я вообще считаю, что надо соответствовать ситуации. Женя, конечно, говорила, что нам наряды сшили. Можете приехать в чем вы хотите. Мы вас в любом случае переоденем. Но у меня свое видение. Пришла, как говорится, как всегда в тему. Больше ей там ничего не налепишь. Мы подготовили подарок на свадьбу с Женей. Вот брашка. О, вот это я понимаю. Правильный подарок. Свадьба обещает быть веселой. Но сначала ЗАГС. О, что? Дом семейных торжеств. Это оно? Так, куда идти-то? Непонятно. Может быть, сюда на ступеньке надо было? А, вот ступеньки. Заходим. И мы увидели невесту, жениха. О, руссконародный стиль. Что у нас, Снегурочка? Вместо самовара с росписями она была сама в этом платье. Ой, Женя, ты великолепна. Вышное платье. Чуть-чуть коротковатое. Вот, кстати говоря, вот это сильно прислать в глаза. Очень прикольно. Привет, Кеннадзе. Туфли синие на большой шпильке. Может быть, если бы у нее были балетки, это бы не так было видно. Но прямо она была короткая. Катя заболела, не смогла приехать. Очень жаль. Очень жаль. Мне тоже очень жаль. Хочет увидеть поближе твое платье. Я потом к тебе подойду, поснимаю тебя подробненько. На месте невесты я бы что-то для себя бы придумала. Что-нибудь, ну, совсем изысканное. Ну, как-то она простенько такая бы выглядела. Русская коса. Она удлинила свои коротенькие волосы. Наращивание. С волос мертвого человека. Что мы все о невесте? Как вам жених? Жених был прям симпатяга. Я не ожидала. Думала, что там был какой-нибудь дедочек такой. Женька молодец. Знает толк в мужиках. Вы гармонируете вместе. Да, очень красиво. Постараемся. Заходим в этот зал. Звучит настоящая гармонь. Русские народные песни. Классно играли. Голосистые. Спели здорово. Является ли ваше решение сегодня создать семью? Искреннюю. Так. Ясно. Я чуть не провалилась сквозь землю. Ясно. Не могу сказать. Пошли. Я не понимаю этого юмора. Ваш семейный заюз регистрируется. Расписывались под баян. Они заменили вот эти все марши Менделйсона на русские народные песни. Было прикольно. Мне очень понравилось. Ой, а танец вам как сейчас понравится. Стали танцевать. Танец-то у них медленный. А музыка-то задорная. Не в ритме были ребятки. Потоптались друг с другом. Не знаю. Я снимаю. Кате передавайте. Кате из Мурманска. Тань, какая ты молодец. Сказала, будешь снимать и снимаешь. Ради Кате пришлось. Что, девочки, увидимся в ресторане. Так, а куда нам сейчас будет встреча? Так, вы с нами есть? Откуда мы знаем? Она не планировала, конечно, с кем мы поедем. А я нанимала целый хаммер-лимузин, потому что я знала, что гостей нужно будет куда-то разместить. Почему они не продумали этот момент? Видимо, они решили сэкономить. Ну, у тебя три сядут? Три сзади. Ну, три сзади. У меня машина посвободнее оказалась. Тем мы и поехали. Девочки, это ваша. Да, куда? Вот, 100 номер. Наконец-то мы увидели, где же будет это вот торжество. Мне нравится. Классное деревенское местечко. Хочу веселиться. Хоть молодых дождитесь. Ну, где? Да, тоже не терпится на самом деле. Холодно, гетрино. Сибирь. Все, у меня сейчас вся прическа развалится. Все. Ну, что? Ждали мы около часа, а может быть даже и больше. Я промерзла до костей. Закидали рисом Женьку. Все осталось в кокошнике, на волосах. Классика жанра. Все, теперь в ресторан? А, нет, подождите. Еще ж нужно выяснить, кто в семье будет главным. Надо было вообще разбить эти тарелки. Невеста тресть, тресть, тресть. И разбила тарелочку. Ну, молодец. Добил, муж. Ну, слава богу. Добро пожаловать на свадьбу Евгении. Бюджет свадьбы 600 тысяч рублей. Стиль русский народный. Фишка – баянисты. Заходим в сам ресторан. В общем, здесь какая-то комнатка. Я думала, мы зайдем как в светлую избу. А ведь зашли в темноту. Темновато. А видно чего? Видно? Темный холл. Отделка дерева. Вырви глаз. В целом мне не понравилось. А как вам интерьерчик? Народненько. Самовары есть небольшие. Избушка так вот нарисованная на ватмане. Я так и не поняла, то ли это был шедевр детского творчества, то ли они сами нарисовали. Так, вот такой декор. Хотелось бы, конечно же, побольше классного декора. Ну, прикольно, мне нравится. Такая тематика. Простора для творчества полно. Можно было там наворотить что-то интересное. Бутыль замагона – это хит, конечно. И в целом мне не понравилось. Кать, раз так все мрачно, придется украшать свадьбу с собой. Я переоделась в сарафанчик руссконародный. Вот я теперь тему раскрою. Эти сарафаны – это, конечно же, ну такое. Если бы у меня не было бы денег, я бы одела бы этот сарафан. Но самое главное на любой свадьбе, конечно же, стол. Что там по закусочкам? Овощи грубо нарезаны. Повар не постарался, нарезал толстым. А у нас салат-то порционный есть вот маленький? Их и три в общих. Но нам далеко тянуться до него. Хатька начала фыркать. В нашем с тобой распоряжении лук, лимон и помидор. И зелень. Все, хватит с вас. Селедку достали из холодильника. Не успела разморозиться, порезали в салат. То у нее креветка недоваренная, то у нее грибы водянистые. Или что он там говорит? А он это, замороженный. Ё-моё! Это же кусок льда. Вот почему она так жестко другие свадьбы обсуждает, я просто, честно говоря, недоумеваю. Свадьба у нее была, вот честно говоря, просто для бедных. Вот то ли это зависть. Не знаю, что это, но вкусно, интересная еда. И я такую не люблю салаты. Есть салаты невозможно. Достала на меня. Танюш, а тебе-то понравилось? Я ела все. Ой, прости. Прости, Шука. Ну и вы, это классно. Избилие еды. Я точно наелась. Мало всего. Мало. Я не наелась. Значит, поглощай пищу духовную. Первый танец молодых. Женька переодела сарафан. И жених прям классно выглядел так и в этой рубахе, и в этих шароварах. Танец был задорный. Движения были такие интересные. Все движения выучила. Вопросов вообще нет. Мне понравился. А мне нравится, когда мои крошки зажигают. Вперед на танцпол. Танцы. Ура. Ну, прикольно было, да. Хороводы классные. Мне понравилось. Очень понравилось. Это ж еще конкурсов не было. Кто быстрее, в общем, поцелует соседа. Меня поцеловал кто-то там, какая-то женщина рядом сидящая. Я сначала не поняла. Злую мне, в принципе, понравилось. И мне ведь досталось целовать мужика. А? Чужого. Это провокация для моего мужа. Он там помрет. Он там от ревности. Жень, не волнуйся. Мы ему скажем, что ты вела себя хорошо. Вышел папа и растрогал меня до глубины души. Уши щипательный момент все-таки, да, застал меня порыдать. Слезы текли ручьем просто. Я вообще плакса, но мне не хочется плакать, но мне очень нравится. Мне понравилось. Классно он пел. Шоу-программа «Самовар». Такая вот старая русская дичь. Домового не хватало. Домового не обещаю. А вот торт, пожалуйста. Смотрите, какой красивый. Торт, кстати, такой интересный. Много чего на нем было налеплено. Самовар большой. Прикольный торт. Кать, вот смотри, я пробую торт. Блин, он с виду очень красивый. Но я сейчас ем и понимаю, что он был замороженный. То есть он был не свежий. Точка льда еще есть в тортике. Но, кстати, по вкусу мне не понравился. Все, мои хорошие. Прощаемся. Блин, так не хочется. Музычка отыграла, фрара танцевала. Ну вот супер. Мне свадьба очень понравилась, потому что я уже воспринимаю Женю как какого-то близкого человека, как будто бы я на свадьбе у своей кумы. Я лично с Женей подружилась. Я почувствовала в ней какую-то родную душу. Что ж, пора родной душе оценочки выставлять. За банкетное меню на свадьбе Жени я ставлю 6 баллов, потому что было вкусно, классно, клево. За место проведения и оформления свадьбы ставлю двойку. Мне света не хватило. За свадебное платье Жени я ставлю 3 балла, потому что, на мой взгляд, оно было коротким. Но вот и отгуляли последнюю свадьбу. Остался самый важный и волнительный момент. Узнать, кто выйдет победителем из этой битвы. Ну вот и все, ты замужем теперь. Четыре свадьбы позади. И прямо сейчас мы узнаем, кто заслуживает победы и кто получит путешествие мечты от канала «Пятница». Татьяна, Краснодар, Екатерина, Мурманц, Екатерина, Выкса. Евгения, Красноярск. Девчонки, даю вам возможность высказаться напоследок. По поводу Жени, мое впечатление, вообще мое нутро меня не подвело. Я как изначально увидела в ней, можно сказать, родную душу человека, в чем-то на меня похожего. Вот так, в принципе, и оказалось. На Стане нет общего, нет общих разговоров, каких-то тем. Я считаю, что она не особо умна. Любит показать только свои части тела. 40% мозгов и 60% тюнинга. И Катя из Выкса, ну, прям совсем простота. Я вообще не знаю, как она дожила до 30 лет, потому что мне кажется, что она не в состоянии даже дорогу перейти. Она путается в трех соснах. Катя из Мурманска, ну, она для меня, в принципе, закрытый человек. Со мной, себе, на уме. Как-то я ожидала, честно говоря, большего от ее свадьбы. Вот и наступил решающий момент свадебной битвы. Основные оценки невестами уже выставлены. И теперь им предстоит распределить финальные 50 баллов за общее впечатление от свадеб друг друга. Екатерина из Мурманска прислала нам свои оценки в видеосообщении. Так, 50 баллов разделить на три. Сколько же это получается? 50 баллов сложно распределить. Я не знаю. Здесь не стоит уже. Нам очень повезло познакомиться, съездить друг к другу в гости. Неважно, кто выиграет, кто проиграет. Нет поводов для беспокойств и расстройств. За любовь. Катя из Мурманска, привет. Пусть она выздоравливает. Девушки томятся в мучительном ожидании. Прямо сейчас в студию войдет муж одной из невест. Именно эта пара и станет победителями проекта. Поздравляем! Мы ни в чуть не сомневались о вашей победе. Мы поздравляем Евгению! Она стала победительницей проекта. У нее 129 баллов. Татьяна заняла второе место, набрав 77 баллов. Катя из Мурманска на третьей строчке. У нее 76 баллов. Катя из Выксы заняла четвертое место и набрала 51 балл. А теперь самое интересное. Посмотрите книгу оценок и узнаете, благодаря кому Женя одержала победу. Так, Катя Выкса, Татьяне Шестаковой ставит за платье невест 3 балла, за банкетное меню 1 балл, за оформление 2 балла. Что я могу сказать? Как ты думаешь, сколько я поставила тебе за платье? Я добрый человек, я великодушный человек. Я поставила за твое платье с Алиэкспресс, между прочим, за 6500 поставила 5 баллов. Вот, да. На здоровье. За банкетное меню ты мне ставишь 2 балла. Ну, потому что горячее принесли холодным. Оно было холодное. За общее впечатление от свадьбы из 50 баллов ты мне ставишь 10. Да, ну, потому что кроме как вашего крутого стола, больше там ничего не было. Я уже воспринимаю Женю как какого-то близкого человека. Я почувствовала в ней какую-то родную душу. Следовательно, твои сообщения, которые ты мне писала, что тебе очень понравилась моя свадьба, это была лицемерие, да? Это не лицемерие, я тебе сразу сказала, что мне сразу не понравились дикари. Мне понравились выставления. Хороший математический расчет. Так, Евгения Красноярск ставит оценки Кате из Мурманска. Платье невесты 2 балла, банкетное меню 3 балла, оформление 1 балл, общее впечатление от свадьбы 30 баллов. Я поняла твою тактику. Ты самой худшей свадьбе, ты ставила... А почему вы ищили, что у нее она была худшая? Татьяна Шестакова ставит оценки Жене. Платье невесты 6 баллов, банкетное меню 6 баллов, оформление 7 баллов, общее впечатление от свадьбы 20 баллов. Знаешь, почему я тебе такие оценки поставила? Потому что победа любой ценой – это не мой путь. И всех, если брать, я, начиная от ЗАГСа, я эту тему раскрыла как руссконародную. Если бы ты хотела просто поучаствовать, ты бы всем нам поставила бы достойную оценки. Оценочки. Говорят за вас, девочки. Ну что скажешь? Крысы, крысы. Я не понимаю такого лицемерия. Всем стыдно. Нет, я не стыжусь. Я не стыжусь. Когда человек входит в доверие, симпатизирует и так далее, я знаю, что располагает к себе. И когда я вот на это доверие подвергаюсь, я подвергаюсь тому, что мной можно манипулировать. Я тебя подбивала на то, чтобы ты ставила какие-то оценки, или я тебе там что-то еще говорила? Нет, ну, навязывала свое мнение. Все правильно сделано. Как бы кто ни говорил, я считаю, что я поставила объективно. Нужно просто достойно проигрывать. Они не умеют достойно проигрывать. Вот и все.